Что мы будем, чем будем догонять в магазине? Нам нужно помидоры взять, во-первых, на салате. Нам нужно взять лучок зеленый, что-то я там его не видела. Нам нужно взять sweet potato. Оно здесь вообще на севере шикарное. Органический sweet potato больше нет нигде только. Да, пошли. Вот эта самая sweet potato, надо сказать, органическая, на вкус практически не отличается от обычной картошки. Может быть, чуть-чуть, но очень вкусная. И при этом она обладает некоторыми диетическими качествами. Например, вот я на диете нахожусь, и мне картошку категорически нельзя. А вот этого сколько хочешь, и она как бы даже полезная для меня пища, то есть мы поэтому вот и покупаем. Нам сейчас Гена скажет что-то о Фенимури и Купере. Нет, Гена про Фенимура и Купера рассказывать не будет, но те, кто увлекался в детстве его книгами, обязательно помнят, как индейцы ели батар. Вот это вот и есть тот самый батар. Так они неплохо питались. Они совсем диетически питались. Да, органически. Они что, вы выращивали? Да, конечно. Не-не, выращивали. Это выращивается, да. Друзья, нам делают немножко более сладкой жизни, и мы сейчас попробуем. Так, что это? Это вип-крем. Да, и на поверхности... О, это джинджер-брэда. Да, джинджер-брэда. Да, джинджер-брэда. Друзья, пробуем, пробуем. Окей. Я сейчас себе заброшу в рот и буду делать звуки. Ну что же, вот с помидорами отношения здесь в магазинах не то же самое, что на фермерских рынках. Вот и тут еще есть. Как-то они так умудряются. Если у фермеров помидора нет, откуда же он берется в магазине? Хочется спросить. Вот так, прямо. И вот еще такие красавцы. Вот эти мне нравятся. Чисто внешне. Я обычно еще люблю, чтобы запах был хороший, но только пахнет, не пахнет. Да, да, хороший запах. Вот они. Это органические. Вы можете сказать, что это дороговато будет, но это хорошие, вкусные, органические помидоры в достаточно дорогом магазине. Это не дешевый магазин. А вот гарлик, чеснок. Чеснок называется чеснок слоновый. Вот кулак советского человека, а вот чесночища. Посмотрите, вот размер. Он так и называется, пожалуйста, я не шучу. Это слоновый чеснок. Чеснок. Как выбирают помидоры. Как выбирают помидоры? Я его нюхаю. Они нюхают. Я тоже нюхаю. Все нюхаю. Пахнет? Все нюхать, надо покушать, попробовать. Нет, обожжение нет. Надо со своим ножиком ходить там. И отрезать. Отрезать. Немножко отрезать. Я всегда собираю вокруг себя, просто миллион китайцев, когда выбираю арбуз. Они смотрят, как ты выбираешь. Они смотрят, я его подкладываю куку и щелкаю, даю и вообще банок. И слушаю звук. И китайцы собираются вокруг, говорят, а мне, а мне, арбузы же огромные. Я говорю, ребят, вы чего, у меня грыжа будет. Кена выбирает луковицу для салата. Мы будем сейчас салат делать? Обязательно. С пахучим маслом, с помидорами и с красным нюхом. Поэтому помидоры нюхал, чтобы для салата. Конечно. Это не то, что там на томатную пасту, друзья. Ну-ка, покажи, покажи. А почему ты ее обжимаешь? Потому что должен быть твердый. Ну, я вообще люблю обжимать. Ну, а таз твердый должен быть, и все будет. Потому что если он мягкий, и все. Это человек, который никогда не работал на машиностроительном заводе. Абсолютно. Он, может быть, не знает слова обечайка. Нет. Счастливый человек. Я честно признаюсь, я никогда не работал. Более того, я не только на механическом заводе не работал. Я не работал ни на каком другом заводе. Помнишь, это был старый еврейский анекдот? Рабинович, а вы случайно не шахтер? Я не шахтер, но совершенно не случайно. Вот у меня тот самый случай с механическим заводом. Ты знаешь, у меня дедушка почти шахтер. Он был Непманом, а когда распулачили Непана... Почти шахтер. Он на шахте в Донбассе был бухгалтером. Вот. Это серьезно. Бухгалтер это почти шахтер. А вот тут, друзья, у нас целая фиеста вот этих вот сладких картошек. Японская, понимаешь. Вот они меняются. Возьмите внимание, они меняются по ходу дела. А это вообще как борода старика Хатабыча. Смотрите, такой. Такие гладенькие. Вот. Да, вот тогда они послужили. А если я что, погорячилась... А там дальше, друзья, вы видите, какой отстой просто картошка рядом вот с этой. Ну, даже смотреть, реально не нужно. Ну что это такое? Ну вот, мне пообещали, что эту картошку можно готовить за 8 минут. Какую? Вот эту вот сладкую. Ну, мы замерим. Почему нет? Мы замерим. А вы так не кушаете? Да я вообще не знала, что такое есть. Понял. Вот у вас узнала. Теперь попробуем. Когда попадешь на какую-то диету, ты много чего узнаешь. О продуктах вся. Когда мы ездили в Мишиган к Сергею из другой Америки, и, значит, буйно двигались там в направлении яблониных садов, и могло показаться, что в Калифорнии с яблоками плохо. Это не так, друзья. У нас, слава богу, мы не голодаем. И это просто магазин. Представьте себе, что есть магазины такие более специализированные. И у нас вот недалеко от школы есть магазин. Я там однажды насчитал около 40 сортов яблоков. Так что есть, есть яблочки у нас тоже есть. И груши, как вы видите. А вот про апельсины и лимоны, могу сказать, что в Мишигане я их не наблюдал. Вы видите прилавок, вы видите оплаченную продукцию, как она отправляется в американскую авоську, друзья. Я вчера, друзья, вел трансляцию. И народ рапортовал из разных мест, из разных точек бывшего СССР. Там у кого мороз, у кого заснеженно, у кого там вообще черт что. А тут, пожалуйста, в середине ноября тоже можно иметь солнечный день. Собственно, очень трудно иметь не солнечный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok